Здравствуйте. Здравствуйте. Пойдемте. Да, проходите, пожалуйста. Садитесь сюда. Садитесь. Сейчас мы все подготовим. Попробуем. А. Один. Два. Три. Концентрация. Медитация. Три. Два. Один. Да и в конце концов, что еще осталось сделать в этом мире? Все очень плохо. Конечно плохо. Потому что вы находитесь в конфликте с бабушкой. Нет, я не нахожусь в конфликте с бабушкой. Да, вы находитесь в конфликте с бабушкой. Получается, что вы воюете с вашей бабушкой. Нет, так как раз с бабушкой-то я не воюю. Да, вы воюете с бабушкой. Получается... А как я с ней воюю, когда я с ней не воюю? Да, да, именно так. Получается, что на самом-то деле, когда вы воюете с женой, вы воюете со своей бабушкой. Потому что ваша жена для вас является вашей бабушкой, и на этой почве происходит конфликт. Когда идешь к врачу на смертный диагноз, оденься красиво, идеально надушись и выбросься. Врач на тебя смотрит. Врач не человек, врач-жрец и могучий шаман. Он обвинит тебя в том, что ты неправильно живешь, в том, что ты грешен. И грехи твоей неправильной жизни не ведут тебя в бездну. Они сулят тебе опасности. Жизнь опасна. Ты гуляешь на грани со смертью. Поэтому принарядись. Эээ... Я сегодня закрасивал холст в желтый цвет. Ну, это снова же начало моей критической серии. Выставка связана с политическими фракциями и движениями. И я как бы сделал небольшое исследование и понял, что этот цвет пока еще никем не занят.